Новосибирск 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 Аля пишет Пришел с работы муж, температура 39 Но у нас же есть подарок У нас с собой было Одна капсула Ничего, у нас есть хлорофилл Последняя ложка Вот попаду с точно Коллоидное серебро Да, нос теперь дышит Ну да, посмотрите Сейчас такая-такая ситуация Я вот не знаю, как в ваших городах Но у нас что в Запорожье Что вот в Новосибирске Везде ходит какой-то серьезный вирус С повреждением легочной ткани Поэтому, уважаемые дамы, господа Пожалуйста, не вовлекайтесь В воспалительные заболевания Как только заметили, что заболеваете Сразу ударные дозы подарка Вы можете пить по 2 капсулы Через каждые 2 часа И быстро справиться с инфекцией Напоминаю, что витамин С Можете на себе не экономить В то время, когда заболеваете А использовать по 3-4, даже 5 грамм То есть ударные дозировки Потому что наши гормоны надпочечниковые Гормоны стресса Они синтезируются с участием витаминов С Витамина С Ну и, конечно, хлорофилл Для того, чтобы собрать на себя токсины Водорастворимые искрови нам пригодится Можно капать в нос неразведенный хлорофилл Сразу исчезают сопли А также коллоидное серебро Ну, вы знаете, мало капель в нос на самом деле Которые борются с вирусной и бактериальной инфекцией Коллоидное серебро это умеет Это не просто какие-нибудь там сосудосуживающие капли Это вообще не сосудосуживающие капли Коллоидное серебро, да? А это вещь, которая борется с бактериями Обычные антибиотики широкого спектра действия Работают примерно с 13 штаммами различных бактерий А коллоидное серебро идет бок о бок с нашей человеческой цивилизацией И воздействует, как ни странно, на порядка 600 различных штаммов микробов Поэтому это очень крутая вещь При этом не обладает нефротоксичным и гепатотоксичным свойством И не подавляет нормальную микрофлору Да, постилки с цинком согласна, да Вот, поэтому делайте запас Вот, чтобы не попасть как Аля Надо сделать на момент вот таких вот эпидемий Когда детки сидят дома, не ходят в школу Не просто так, потому что порог заболеваемости превышен Поэтому делайте так, чтобы у вас дома была просто скорая помощь Или домашняя аптечка И тогда все станет на свои места Ну вот так вот, да Да, поэтому вам привет из очень холодного Казахстана Вот так вот, видите, Казахстан Нас погода баловала И было очень тепло Очень-очень впечатлила Астана Поэтому, кто еще не был в Астане Обязательно посетите этот молодой и совершенно невероятный город Хорошо А у нас сегодня задача разобраться, как самостоятельно, да, Аля Без всяких там экспертов Создать себе нормальную оздоровительную схему Ну, понятно, что была немножко другая тема заявлена Но так как мы только сегодня переехали Я, вы знаете, лучше расскажу то, что уже от зубов отлетает Вот, и то, что действительно очень полезно Мы столкнулись с Юрой в Казахстане с тем Что огромное количество людей уже прошли системы очищения организма Противогрибковые программы, системы лимфодренажные И теперь говорят Слушайте, ну так все классно работает, что дальше? Люди хотят работать дальше, что дальше? А что дальше, девушки? А что дальше, мальчики? А дальше наша с вами задача просто себя кормить Кормить всем необходимым на каждый день Вот об этом, собственно говоря, моя сегодняшняя идея Хочу вам донести Поэтому берите листик, берите бумагу Все равно переслушивать в записи вы точно не будете Давайте разберемся Ага, давайте Я поняла, что много злободневных вопросов Я сейчас с этой темой быстренько справлюсь Хорошо, Кэти? Вот с заявленной темой И давайте так договоримся Я в конце Я в конце отвечу на все вопросы, ладно? Нас сегодня не так много Отвыкли ходить на учебу по понедельникам, наверное, да? И мы спокойненько, вот, я отвечу на эти ваши вопросы Хорошо? Спасибо, Любочка Я равняюсь на тебя Вот, у Любы классный результат по внешности Кто еще не видел ее фотографию До и после, через 5 лет Это вообще потрясающе Ну давайте 6 правил составления личной оздоровительной схемы, ладно? Я вам сейчас расскажу всего 6 пунктиков Которые у меня всегда в голове Вы не думаете, что я какая-то там умная Семи пяди во лбу Или что-то в этом роде Нормальная, обычная женщина Вот, но Ага, что-то мелкий шрифт у меня Ну да ладно Но у меня, вот, когда я общаюсь с человеком И хочу его проконсультировать Точнее, он ожидает от меня консультации У меня внутри, в моей голове Вот эти 6 пунктиков Представьте, как все просто И если, когда вы хотите создать себе Защитную схему, очистительную схему Ну, какую-то схему для здоровья У вас эти 6 пунктиков будут в голове То вам не нужны будут ни доктора, ни эксперты Ни какие-то там серьезные люди Для того, чтобы вы поддерживали свое здоровье самостоятельно Так вот, первый пунктик, как ни странно Это мужской или женский продукт Конечно, я сейчас, возможно, говорю о людях 35+, 40+, и так далее Когда количество женских и мужских половых гормонов Несколько снижается Но я вам должна сказать, что природа именно так Регулирует продолжительность жизни Регулирует здоровье людей Природа именно так нас изнашивает Если замечали, в принципе, женщины сдаются раньше, чем мужчины Ну, если замечали, да? Вот, потому что природа хочет, чтобы мужчина получал потомство От более молодых особей женского пола Поэтому нам с вами это совершенно не подходит И если вам, девушки, ну, так скажем, 35+, 45+, и вы понимаете, что какие-то изменения происходят в вашем отражении в зеркале Вы даже не верьте этому отражению, давайте просто работать Я не знаю, что с презентацией, но женские продукты я вам озвучу Первый, видите, маленьким шрифтом Называется Дикий Ямс Это мой любимый продукт, потому что его можно использовать не только для коррекции гормонального фона Но даже для лечения женских вопросов, которые называются Миомоматки, мастопатия, гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия и цервикального канала А также эндометриоз Ну, вот основные такие вещи Дикий Ямс очень смахивает, очень похож на женский половой гормон второй фазы цикла, который называется прогестерон Очень похож, и, соответственно, мы этим можем пользоваться И, вы знаете, пользуемся на полную катушку на самом деле Дикий Ямс есть в капсулках, вы можете использовать по одной-два раза Дикий Ямс есть в капсулках, и вы можете его использовать по две-два раза Ну, то есть дозировочку подберите сами Как его почувствовать? Ну, некоторые чувствуют его, некоторые не чувствуют Я ничего не чувствую Но вы знаете, я просто точно понимаю, что уровень прогестеронов снижается быстрее, чем уровень эстрогенов И я не хочу просто этого допускать на территории своего организма Но что можно почувствовать? Иногда бывают, знаете, такие, в связи с остеопорозом, бывают какие-то боли какие-то в суставах Или в тазобедренном суставе, ну, какие-то такие неприятные ощущения Они уходят Может снижаться артериальное давление Может улучшаться настроение Вообще Дикий Ямс оставляет кальций в костях Регулирует тонус кровеносных сосудов Защищая нас от холестерина Дикий Ямс Рецепторы к нашим половым гормонам есть везде-везде-везде В том числе в дерме, там в коже, да Там, где есть фибробласты, которые делают нам коллаген и ластин Поэтому использовать вообще женские травки очень выгодно Дикий Ямс в частности Есть другие продукты, например, Эфсис Дон Ква Что-то я, вы знаете, даже не знала, что так переводится Мне Юра перевел Фэмил комфорт, да, женский комфорт, оказывается, Эфси переводится Тут немножечко другие травы Здесь клопогон кистевидный И он является эстрогенопрогестероновым Таким, ну, нельзя сказать, что аналогом А очень смахивает Поэтому вы можете, в принципе, использовать и его Но это, как бы, знаете, если Дикий Ямс как-то вот Он вас не впечатлил Тогда попробуйте Эфсис Дон Ква Особенно, когда возникают такие состояния Преклимакс, климакс Вы попробуйте сначала Дикий Ямс Я думаю, что вот, впечатлит Повышает сексуальность, пишет Теплинская любовь, да Но вы знаете, у кого есть результатики Вы сразу мне их накидываете Потому что для меня результаты, ваши отклики Это отдельное вдохновение И на самом деле сбор информации о том, как еще работают эти комплексы И чем больше к нам идет обратной информации Тем тщательнее мы можем создавать схемы Которые будут помогать еще большему количеству мужчин и женщин Смотрите, еще один женский продукт Называется СИ-ЭКС СИ английская, ЭКС английская СИ-ЭКС Чаще всего на нем хорошо барышням, которые давно в менопаузе У которых менопауза 10-20 лет И чего? И все равно нужно работать с рецепторами К женским половым гормонам Все равно нужно их как-то щекотать И травки щекочут Вот эти вот рецепторы к женским половым гормонам И соответственно мы избегаем всех осложнений Которые называются старость Старости нет Есть низкий уровень женских половых гормонов Что нас совершенно не устраивает Ну и обратите внимание на еще один женский продукт Который называется Индол Индол-трикарбинол Если Ну вообще это вещь, которая делает профилактику опухолей Злокачественных опухолей женской половой сферы И опухолей молочной железы И опухолей яичников И опухолей матки Индол-трикарбинол является замечательным противовирусным средством И работает именно при вирусе папиллома человека Поэтому если есть такие вот состояния гиперэстрогенные Которые называются Меомоматки Мастопатия Гиперплазия эндометрия Полипы эндометрия или цервикального канала Или эндометриоз Это тоже гиперэстрогенное состояние Используйте, пожалуйста, индол-трикарбинол Для того, чтобы поконкурировать Ну смотрите, фактически ситуация какая Нужно поконкурировать с вашими эстрогенами За место на поверхности рецептора Либо эстроген займет это место И будет стимулировать рост опухолевой ткани Доброкачественной Либо это сделает индол-трикарбинол Вот как заглушечка Поставят заглушечку И эстрогены не будут стимулировать рост ткани Потому что если есть дисбаланс Эстрогенов много, прогестеронов мало Как правило, так оно и бывает Вот тогда возникают вот эти вот Называют в медицине пролиферативные процессы На русском языке процессы роста доброкачественных опухолей Это женские Если в фолликулярной фазе снижен уровень эстрадиола Ну скорее всего, Ирочка Либо и эстрадиол снижен, и прогестерон снижен Ну как бы как правило Вообще передозировки прогестерона не бывает Прогестерон либо нормальный, либо тоже немножечко снижен Вот, мне бы еще знать ваш возраст Да, вот И, ну что мы здесь можем сделать В любом случае мы можем пользоваться Ну вот мы напишите возраст И я вам скажу, какой травкой лучше пользоваться Если говорить о женской схеме 39, да, так и есть 39 лет 39 лет Да, это начинается, ну как Не то чтобы начинается процесс снижения Женских половых гормонов Давайте, Ирина Вот мы, как мы Ирочке поможем Мы возьмем и подпушим ее яичники Видите, есть эндометриоз Значит, эстрогеноподобные травки лучше не давать Ну так скажем, да А начать с прогестероноподобных травок Мы немножечко повысим уровень прогестерона Да, и у Иры, ну не то чтобы прогестерона Мы закроем все рецепторы к прогестеронам Да, вот И в клетках пойдут нормальные процессы И таким образом и эстрогены перестанут вредить Потому что мы выровняем эстрогены и прогестероны Да, и у Иры очень хорошие перспективы Справиться со своим эндометриозом Потому что эстрадиола все-таки чуть меньше нормы Поэтому дикий ямс, Ирочка По 2-2 раза, это раз И второй момент, как подпушить яичники Мощные антиоксиданты Называется защитная формула Вот таким вот образом Защитная формула, я ее использую по 2-2 раза И вообще и не жужу, что называется У нас даже если длительное время уже нет месячных Вы не думаете, что вообще нет женских половых гормонов Они есть, только их мало Фоновое небольшое количество И если мы подпушим яичники Дадим большое количество антиоксидантов Яичники начнут делать Немножечко более высокий уровень Женских половых гормонов Возможно, этого будет достаточно Ирина, чтобы подтянуть все гормоны В состоянии нормы Это женские продукты Ну видите, я гинеколог Поэтому мне хочется всегда Говорить побольше об этих продуктах Ну и просто я человек неравнодушный К вопросам, которые называются старение Да нет никакого старения Просто можно ухаживать за собой таким образом Что действительно люди будут ошибаться На 10, а то и на 15 возможно лет Ну я надеюсь, что будут ошибаться и на 20 лет и так далее Да, но есть кроме Татьяна, спасибо Есть кроме дикого ямса в капсулках Еще и крем Я очень люблю крем Особенно его любит моя мама Ну вообще девочки, которые не хотят глотать капсулы Мы все знаем, что там в целом травы сушеные Но все равно Вот есть женщины, которые Ай, я не хочу Такое ощущение, что я больная Вот, да Поэтому пользуйтесь кремом Очень хорошо впитывается трансдермально Сегодня вы обрабатываете шею и зону декольте Завтра вы обрабатываете тоненькую кожу На внутренней поверхности ваших плеча и предплечья Послезавтра обрабатываете тоненькую кожу на внутренней поверхности бедер И потом возвращаетесь опять шею и зону декольте Моя мама еще вот тут вот обрабатывает Да, чтобы не было никаких гусиных лапок и так далее Поэтому пользуйтесь Поэтому пользуйтесь, отлично работает Действительно шикарно работает Есть, Татьяна? Так, ну теперь давайте я вам женскую схемку вот еще так, чтобы было понимание То я на пальцах объясняла А понимание такое Первая фаза цикла – это эра эстрогенов Вторая фаза цикла – это эра прогестеронов Но посмотрите на розовый и на зеленый график В первой фазе высокий пик по эстрогенам А во второй фазе высокий, но пологий пик по прогестеронам Вот они должны быть примерно одинаковы И если прогестероны снижаются раньше времени Они раньше, чем эстроген это делает Возникают женские заболевания А мы берем и травками, которые похожи на гормоны Все это дело выравниваем Вот так вот, такие вот мы с вами хитрые Теперь наши мальчики Когда у мальчиков разлад в гормональной системе Извините, он начинает быть неуверенным в себе человеком А именно в постели А нам вообще это, понимаете, мимо кассы Поэтому давайте опять-таки, где-то может быть 45 лет 40 лет, как только почувствовали неуверенность Предлагайте своим мужчинам витамины для мужчин Мы так это назовем с вами, витамины для мужчин Хотя это не только витамины Первый продукт называется сопальметто Есть такая карликовая пальма У этой карликовой пальмы есть сок Этот сок карликовой пальмы называется сопальметто Если захотите вдруг посмотреть на аптечный аналог Это будет простамол уна И если тут есть доктора, урологи Вы не дадите соврать, что в целом С доброкачественными опухолями предстательной железы Работать-то и нечем Соответственно используют этот простамол уна Но дозировка его, в нем этого сока карликовой пальмы В два раза ниже, чем у нас с вами в НСП Поэтому всем рекомендую именно сопальметто Дозировка по одной-два раза Вот кушайте Если мужчине нравится Если это ему придает уверенность Если у него исчезают все разлады В этой половой сфере То пусть себе кушает Никаких передозировок Никаких побочных эффектов Никаких интоксикаций Ясно дело нет Пусть он всегда будет уверенным в себе Теперь смотрите ниже Простатформула написана Простатформула Это вещь комбинированная Она содержит и сопальметто Очень полезная вещь Кстати, не только при аденомах предстательной железы Гиперплазиях предстательной железы Но и при простатитах и их последствиях Сопальметто отлично работает Простатформула содержит в своем составе сопальметто А кроме того, еще содержит витамин Е Для репродуктивной сферы А кроме этого, еще содержит цинк А кроме этого, еще содержит Как там Вот эта вот трава, которая очень полезна мужчинам Ну, скажите мне Знаете, сколько у нас времени? У нас 23-24 в Новосибирске То есть я так под некоторым шафе Еще от сегодняшнего перелета Но кто знает, тот напишите Как эта трава называется Потому что я не могу вспомнить Сегодня буду подсматривать в составы Потому что хочется вам рассказать о составах Если вы четко понимаете, что это травки То у вас всякие предубеждения вообще исчезают Это я сейчас вам про простатформулу говорю Ну, давайте я прочитаю Простатформула Прочитаю вам травки Чтобы вы уже были уверены Что вашему мужу Ну, это вот просто Позарез необходимо Вот И еще нужен цинк Цинк Это вещь, которая Катализирует где-то порядка 300 биохимических реакций В нашем организме В том числе и сперматогенез Так вот Американские женьшень В простатформуле Причем стандартизированный экстракт Еще экстракт женьшеня Стандартизированный 34% Экстракт карликовой пальмы Корень сибирского женьшеня Посмотрите Получается Три различных вида Экстракты и корни Ну, женьшеня Петрушка Для репродуктивной сферы Пиджиум И витамин Е Также цинк Содержится 25 мг 25 мг Как раз дневная норма Поэтому очень комплексный Очень хороший продукт Ну и Спасибо, женьшень Вот И по стилке с цинком Ну, женщины спрашивают Вообще, как часто Сколько давать А вы Говорите мужу Что это витамины для мужчин То сопальмет Отдадите Потом простатформу Отдадите Потом по стилке с цинком Потом возвращайтесь К сопальметам Дикий ямс Примастопатии Как применять Я использую Дикий ямс По 2-2 раза Я обязательно Использую Защитную формулу Как мощный антиоксидант Там витамины А, Е, С Цинк И селен Тоже по 2-2 раза И Знаете, что Патология яичников Патология молочной железы Невозможно Если щитовидная железа Довольна Надо посмотреть Еще на щитовидную железу Светлана Потому что Возможно Она недовольна Возможно Есть какой-то Гипотиреоз Или Его еще нет Но она уже Знаете Ей уже что-то Не нравится Поэтому Дайте Если нормальный Уровень гормонов Или Несколько сниженный Вы можете Себе Дать Келп По 2 штучки Утром До 14.00 Ну что С женскими С мужскими Продуктами Разобрались Есть понимание Почему Начали с них Потому что Молодежь Ну Понятно Что болеют Но не так уж Болеют Как люди Которые Уже имеют Какой-то Возраст Определенный Потому что Недостаток Женских И мужских Организмов Женских И мужских Гормонов Является Фактором Изнашивающим А если Мы не хотим Изнашиваться Значит Мы просто Должны Корректировать Нашу Половую Сферу Гормональную Сферу Хорошо С этим Разобрались Теперь Пишем Пунктик Номер 2 Это Вот То Что У меня Всегда В мозгах Когда Я Составляю Оздоровительную Схему По чьей-то Просьбе Второе Что У меня В мозгах Ощелачивание Значит У нас Целая Тема На курсах По питанию Есть По поводу Ощелачивание Сейчас Я кратко Об этом Скажу Там Где Кисло Там Старость Там Где Кисло Там Воспаление Там Где Кисло Между Клеточками Там Может Быть Аллергия Там Может Быть Аутоиммунный Процесс Все Межклеточные Пространства Опухолевой Ткани Очень Кислые Есть Естественный Процесс Постоянного Закисления Все Наши Нервы Все Наши Какие-то Негоразды Все Психи Наши Нас Закисляют Когда Мы Едим Продукты Белковые Например Мясо Рыба Птица Это Тоже Нас Закисляет Потому Больше Кислых Продуктов Обмена Образуется Чем Щелочных И мы Должны Себе Отдавать В этом Отчет И физическая Нагрузка Нас Тоже Закисляет Молочная Кислота Образуется Поэтому Уважаемые Дамы Господа Ощелачивайтесь Либо Вы Делайте Ну вот Если Это Новая Аудитория Я говорю Ну делайте Себе Зеленые Коктейли Господа Мы С Юрой Были Неделю В Казахстане И еще Будем знакомиться Так вот Ну нет Зелени В достаточном Количестве Но где Взять Зелень Если За бортом Ну минус Десять Там минус Двадцать Бывает И минус Тридцать Поэтому Спокойно Используйте Хлорофил Хлорофил Это Белок Который Извлекли Из Люцерны И Хлорофил Это Вещь Которая Действительно Безопасно Нас Ощелачивает Все Живое Все Растительные Животные Ощелачиваются Именно Большим Количеством Зелени Понимаете Поэтому Это Абсолютно Безопасно Можете Использовать Сами Можете Давать Своим Деткам Причем С очень Маленького Возраста А сейчас Когда У нас Эпидемия Смело Закапывайте Цельный Неразведенный Хлорофил В нос И вы Перестанете Шмыгать Носом Потому что Хлорофил Закапанный В нос Хоть и Печет Но зато Все Бактерии Убьет И Слизистую Оболочку Обновит То есть Ее Регенерирует Обычно Для Ощелачивания Мы берем Один Можно Стакан Воды Можно Пол Литра Воды Можно Литр Воды Туда Добавляем Столовую Ложку Хлорофила Можете Две Столовые Ложки Добавлять Кто Как Любит И Попиваем В течение Дня Да Действительно Очень Полезная Вещь Я с Алей Соглашусь Потому что Как действует Хлорофилл Почему Он Ощелачивает Вообще Это Идеальный Ощелачиватель Вот Это Токсин Он Кислый Все Токсины Кислые А Это Хлорофилл Это Транспортный Белок Хлорофилл Подходит К этому Токсину И Уводит Его Куда В почки И Все И в унитаз Все И на этом Месте Там Где Было Кисло Стало Нейтрально Потому Что Кислятину Убрали Как Еще Можно Ощелачиваться Можно Ощелачиваться Морской Солью Извините Морской Солью Если Вы Хотите Ощелачиваться Безопасно Но В аудиториях Которые Не готовы К приему Всяких Специальных Специализированных Полезных Продуктов Я говорю Так Берите Морскую Соль Которая Не Едированная Смотрите На состав Там Ничего Кроме Соли Не должно Быть Одну Чайную Ложку Без Горки 4 литра Воды И у вас Получается Вот такой Раствор Который Можно Использовать Для Легенького Ощелачивания Который Совершенно Никак Не Навредит Нам Но Мы С вами Можем Использовать Солстик Рывайв Здесь Несколько Позитивных Черт Первое Солстик Рывайв Не Приедается Его Приятно Пить Он Вкусный Второе Солстик Рывайв Построен На Морской Соли И Третье Солстик Рывайв Каждый Стик Содержит 500 Мг Глюкозамина Поэтому Если У вас Проблемные Суставы Или Если Вы Танцуете Зумбу Как Оля Лозинская У Которые Мы В Астане Останавливались Тоже Замечательно Поработали Вот Олечка Познакомила Меня Со Своими Знакомыми И Мне Удалось Даже Лекцию Прочитать Замечательно Так Вот Зумбу Любит Если Мы Работаем Своими Суставами То Мы Должны Кормить Хрящевую Ткань Чтобы Она Нам Служила Долго Веры И Правдой При Удаленном Желчном Пузыре Хлорофил Можно Кэти При Удаленном Желчном Пузыре В принципе Уже Все Можно Вот Если Бы В Желчном Пузыре Остались Камушки Тогда Бо Я Вам Сказала Ни В коем Случа Не Используйте Желчегонные Иначе Может Камень Пойти А Так Желчного Пузыря Нет Это Не Значит Что Камни Не Возможно В виде Песочка В том Числе Хлорофил Точно Можно Желчегонным Эффектом Не Обладает Да Не Можно А Нужно Вот Я Солидарна Есть Да Разобрались Как Ощелачиваться Значит Если Вы Научились Ощелачиваться И Научили Ощелачиваться Жителей Своей Семьи Я Так Думаю Что Возможно Вы Им Продлите Жизнь На 15 Лет Если Они Молоды На Ваши Родители К примеру Ну Потому Что Все Таки Знаете Чем Раньше Научился Филигранно Ухаживать За собой Тем Больше Лет Жизни Можно Я так Скажу Грубо Можно Себе Купить Говорят Время Нельзя Купить Ну Как Вам Сказать Хорошо Пошли Дальше Значит Третий Пунктик О котором Я Вам Хочу Сказать Это Еда Третий Пункт У меня Всегда Тоже В голове Но Здесь Много Всего Конечно Первое Это Белок Если У Вас Нормальная Или Низкая Масса Тела То Вы Спокойно Можете Добирать Белок Из Обычных Продуктов Питания Это Может Быть Творожок Или Яйца Или Сыры Или Мясо Рыба Птицы Чечевица Бобовы И так Дали Но Женщины Которые Имеют Высокую Массу Тела Мужчины Которые Вылезли За пределы Своей Оптимальной Массы Тела Они Вот Считают Сколько Им Нужно Съедать Белка И Говорят Лена Но Мы Жене Бегемотики Мы Столько Не Едим Столько Не Влазит А Суточная Доза Белка Это Вещь Которая Нужна На Долженствующую Массу Тела Та Которая Есть Уже Получили Такую Массу Тела Вот Это И Надо Кормить Понимаете Поэтому И Когда У нас Какие Поездки Или У вас Очень Плотные Рабочие Графики Вы Понимаете Вы Не Можете Выйти И Поесть Нормально Но Белок Вы Обязаны В любом Для Каждой Вашей Клетки В том Числе Для Вашего Коллагена Эластина Если Конечно Вы Хотите Выглядеть Круто Поэтому Белок Какие У меня Предложения Очень Быстро Такой Вот Используемый Очень Качественный Это Нутри Берн Одна Мерная Ложка Целых 13 Грамм Белка Можете Расколотить В молочном В кисломолочном Можете Просто На воде Сделать Его Просто В своем Офисе Или Если Вы В поездке Прямо В сумочку В шейкер В готовый Сухой Шейкер Две Мерные Ложки Нутри Берна Чем Нибудь Зальете Сделайте Встряску И У вас Будет Замечательный Обед Вас Так Качественно Даже В дорогом Ресторане Не Всегда Накормят По Количеству Белка Я Уже Не Говорю Об Этих Бесконечных Фастфудах Я Увидела Сейчас Отвлеклюсь На вопрос Если У человека Подагра Врачи Его Ограничивают В белке Говорят Что Он Откладывается В виде Пуринов Ирочка Ну У меня Немножечко Да Врачи Вот Таким Вот Образом Говорят А у Меня Подход Немножечко Другой Дело В том Что Сейчас Не так Громко Об этом Кричат Не так Громко Ратуют Но На самом деле Передозировка Углеводов Запускает Вот То есть Кто-то Говорит По поводу Обмена Пуринов А кто-то Говорит Ребята Ограничивайте Глюкозу И фруктозу И все Станет На свои Места Но Это Отдельная Тема Отдельного Разговора Вот В целом Обратите Внимание На углеводы И чем Меньше Их В рационе Тем Меньше Будет Поломок В организме Потому Что Белок Всегда Идет На Построение А Закисление Это Результат Реакция Гликозилирования То есть Когда Глюкоза Набрасывается На наши Белки В том числе На белки Входящие В структуру Хрящевую Ткани Первого Плюсневого Сустава И Уродуют Эти белки Засахаривают Соответственно Начинается Воспалительный Процесс Попробуйте Убрать Углеводы И Отследите Результат При этом Ирочка Желательно Быть В системе Очищения Организма И Обязательно Использовать Ощелачивание Когда В любом Случае Если Вы Используете Белковые Продукты А мы Не выкрутимся Мы Из белка Состоим И Если Вы Перестали Пополнять Запасы Белка То Обязательно Где-нибудь Чего-то Да и Будет Ломаться То Здесь То Там То В третьем Месте В любом Случае Когда Вы Используете Белок Пожалуйста Помните Что При Расщеплении Белка Образуются Щелочные Компоненты И кислотные Но кислых Больше Поэтому Нам нужно Ощелачиваться Смотри Пункт Номер 2 Да Вот Да Юрий Совершенно верно Я совершенно Забыла О коралловой Кальции Конечно В пункте Номер 2 Коралловой Кальции Более того Я вам так скажу Коралловой Кальции Мощнее Чем Хлорофил Да Просто У меня Такое Личное Мнение Сложилось Может Сама Я действительно Чередую То коралловой Кальции То хлорофилл Но чаще Все таки Хлорофилл И солстик Ревайв Я лично Использую А тут Такое Дело Чего Больше Любишь О том И говоришь Совершенно Забыла О коралловом Кальции Коралловой Кальции Это Кальций В карбонатной Форме Даже Не Рассчитывайте Что Он Придет Ваши Косточки Но Он Замечательно Ощелачивает Одна Одномерная Ложечка Разводите В пол Литра Воды И Надо Побултыхать И попить Побултыхать Через Некоторое Время И опять Попить По Ощелачивающему Эффекту Мощный Более Мощный Даже Чем Хлорофилл Нельзя Сказать Что Вкуснее Это Нельзя Сказать Но То Что Мощнее Это Точно Поэтому Используйте С удовольствием Когда Заболеваете Или Когда Отравление Или Вы знаете Нужна Какая То Скорая Помощь Вы Можете Делать Коралловый Кальций В горячей Воде Мерную Или Две Мерные Ложки В стакан В кружку С горячей Водой Перемешали И Выпили Это Приводит К Очень Быстрому Улучшению Состояния Есть Хорошо Витамины Второй Пункт Витамины Хотите Вы Или Не Хотите Каждый День Вы Тратите Бешеное Количество Витаминов Я Вам Даже Могу Сказать Вот Вы Запрашивали Тему Витамины К ней Надо Готовиться Понимаете То Здесь Ну Нужно Такой Как бы Ликбез Я Давать Здесь Не Буду Потому Что Здесь Все Люди Которые Закончили Либо Курс Трансформации Тела Либо Курс Трансформации Лица Либо Каким Другим Образом То Есть Используют Продукты ИНСП Поэтому Оказались Здесь То Вы Уже Знаете Что Витамины Это Катализаторы Всех Биохимических Реакций Просто Витамины Бывают Разные Бывают Зеленые С красителем Бывают Красные С красителем Другого Цвета А Нас Интересуют Натурально Извлеченные Витамины Так Вот В обычной Нашей еде Их Не так Много А Так Как Они Знаете Чем Основным Занимаются Реакция Биохимическая В отсутствие Витаминки Какой-то Вообще Может Не пойти Или Может Ити Сутки А надо Чтобы Она Прошла За Долю Секунды За Миллисекунды Понимаете И это Приводит К тому Бодрый Обмен Веществ Или Он Наладан Дышит Поэтому Витамины Обязательно Нам нужны Но Какие У нас Есть Витаминные Продукты Супер Комплекс Для России Вот Видите Даже Снижает Крутючая Вещь Которая Называется Мегахел Там Все Витамины Там Все Микроэлементы На Сегодня В Очень Приличных Дозировках Вообще Мегахел Разрабатывался Как Основной Продукт Для Сердечников Но На самом Деле Конечно Мы Его Используем И направо И налево В России Его Не Сертифицируют И Видимо Никогда Не Засертифицируют Они Требуют Снижения Качества Но Никто Качество Снижать Не Будет Поэтому В России Есть Супер Комплекс Тоже Очень Хорошая Вещь Не Такая Высокодозированная Правда Но Очень Замечательная Вот Например Беременным Очень Классно Ну И Вообще Всем Нам И Я Очень Люблю ТНТ Есть На Всех Рынках Поэтому Вы Можете Взять Мой Любимый Нутри Берн 13 Грамм Белка В Мерной Ложки И То Даже Добавить Мерную Ложечку ТНТ И У вас Получается Комплексный Продукт Все Витамины Все Микроэлементы 30% Суточной Дозы Клетчатки Правда В Двух Мерных Ложках ТНТ Да Спасибо Юра Вот Это Вам Будет Витамины И Микроэлементы Где Еще Есть Витамины Витамины Есть В Вкусняшке Такой Который Называется Солстик Нутришин Детки Пьют С удовольствием Это Такая Вкусненькая Водичка Если Один Стик Развести На Пол Литра Воды Для Деток Есть Витазаврики Витазаврики Содержат Очень Много Витаминов Группы В И Это Важно Для Их Формирующейся Центральной Нервной Системы Если Вы Хотите Умного Ребенка Давайте Ему Натурально Излеченные Витамины Группы В В нашем Случе Называются Витазаврики Один Утром Чем Еще Хороши Не Позволяют Ребенку Влететь В Анемию Потому Что Там Еще Есть Железо Вот Это Витамины Микроэлементы Есть Еще Отдельно Микроэлементы Макроэлементы Вы Знаете Что Я Всегда Ратую За Кальций Нам Нужны Хилатные Формы Магний Хилатные Формы Витамины Нам Тоже Нужны Хилатных Формах Ну Кстати Вот В основном Витамины Используются Именно Хилатных Формах Тот Же Самый Мегахил И Есть У Нас Еще Коллоидные О Дети Зевать Перестают С Витазавриками Круто Да У Нас Еще С Вами Есть Коллоидные Минералы Это Интересный Продукт Это Знаете Вот Были Хвощи Плауны Это Тот Период Когда Юрский Или Не знаю Какой Там Период Когда Были Динозавры Хвощи И Плауны Так Вот Можно Дорыться Оказывается Вот Достичь Того Слоя Где Эти Минерализованные Остатки Этих Древних Растений Есть И Вот Эту Руду Растительную Добывать Секунду Першит Все Что Прошло Через Растения Это Принципиально Другая Форма Микро Макро Элементов Это Калоидные Минералы Их Там 64 Штуки Поэтому Давайте И деткам И взрослым Давайте Сейчас Соком Асаи Делается Ну Такая Нельзя сказать Что Сильно Вкусная Вещь Ну Такая Налюбительная Да Замечательно Работает Кстати У кого Наблюдается Выпадение Волос Вы Пожалуйста Обратите Внимание На этот Продукт Потому Что Мы Никогда Не Знаем Чего Они Заразы Выпадают Понятно Что В основном Это Дефицит Йода У Кого Выпадение Волос Проэкспериментируйте 2 А то и 4 Капсулы До 14.00 Йод Но Проверьте Пожалуйста Нет Гиперфункции Щитовидной Железы Немного Ли Она Делает Гормонов Тогда Вот Келп Нельзя Использовать Так Подождите Вы Чё Вопросы Задаете Да А вкусно Да Сока Маса Это Так Вот О чём Это Я О Витаминах Микроэлементов Макроэлементы О Выпадении Волос Попробуйте С Келпом Справиться Потому что 90% Выпадения Волос Это Недовольная Щитовидная Железа Недовольная Это Низкая Концентрация Гормонов Или Нормальная Пока Но это Пока Вот так Можно Сказать Поэтому Проэкспериментируйте И на всякий случай Ещё 64 Вида Микро Макроэлементов В составе Вот этого Замечательных Колоидных Минералов Попробуйте Потому что Многие Люди Отмечают Практически Ну такое Не то чтобы Моментальное Но быстрое Улучшение Беременным Сколько Можно Капсул в день Капсул Чего Андрей Келп А беременным Можно 2 капсулки Утром До 14.00 Есть Хорошо С витаминами С микроэлементами Разобрались Чего мы ещё Как правило Не дополучаем Мы сейчас С Юрой В Новосибирске И в привилегированном Состоянии Каждый Из нас Сегодня Слопал Грамм 300 Красной Рыбы Это была Нерпа И это была Не помню что Юра Напиши Очень вкусная Рыба А потому что Здесь она Доступна По цене Нерка И ещё Чего-то Она здесь Доступна По цене Когда мы Переезжаем Допустим Запорожье Там так Не пожрёшь Извините Красную рыбу Гинеколог Гинеколог Сказала Что 1000 Миллиграмм Йода Это бешеная Доза Йода Для ребёнка Не прав Доктор 1000 Миллиграмм А да ещё Попробовать Ну где-то Найти Это Сколько У нас В самом Келпе Я не помню Там 300 С чем-то Миллиграмм Самого Келпа Это же Нечистый Йод То есть Надо Посмотреть Сколько В одной Капсулке Содержится Этого Самого Йода Я когда-то смотрела Когда готовила Эту тему По-моему В четырёх Капсулах Там Неполная Профилактическая Доза На сутки На сутки Вот Хорошо Так вот Мы в перелегированном Состоянии Мы сейчас Фактически Омега-3 Поедаем В приличных Дозировках Омега-3 Незаменимая Жирная кислота Сегодня себе Не дали Всё Завтра Надо новую Порцию давать А вы ещё Сегодня Себе Не дали Так вот Омега-3 Господа Она является Предшественником Противовоспалительных Простагландинов Ну Такое Сложно Сказала Предшественников Тех вещей Которые Запрещают Образовываться Воспалительным Процессом Это Очень Крутая Вещь Против Воспалений Против Аллергии Против Аутоиммунных Состояний Против Разрушения Суставов Против Доброкачественных Опухолей И профилактика Злокачественного Роста А также Омега-3 От неё Детки Становятся Умненькие Умненькие Творческие То есть Мозг Начинает Работать Понимаете Да Йод и Келп Это Разные Вещи Да 520 Миллиграмм Это Келпа А сколько Там Йода Это Нужно Заглянуть Ну Понятно Почему Непонятно Тут Надо Поискать Эту Информацию И Будет Понятно Сколько Там Йода Вот Если Мне Не Изменяет Память По-моему 6 Капсул Келпа Вот Производство НСП Это Профилактическая Суточная Доза Но Мы 6 Никогда Не Рекомендуем Потому Что Все Равно Что Берем Из Обычной Пищи Поняла Ответ Алина Разберемся Именно По Живя На Севере Двух Капсул Омега Хватит Ох Не Знаю Живя На Севере Вы Можете Жить На Севере А Рыбу Видеть Только На Экране Телевизора Но Бывает Такое Смотря Где Живешь Потому Что Мы Были В Казахстане Люди Живут На Севере То Это Был Северный Казахстан Там Рыбы Нет Там Конино Есть Там Есть Да Поэтому Да Тут Ситуация Такая Лучше Давать Чем Не Давать Омега 3 Понимаете Передозировка Но Так Чтоб Объесться Омега 3 Чтоб Вас Пронесло Чтоб Был Понос Это Я Не Видела Ни Разу И Еще Очень Полезный Корректный Жир Лицетин Ну Тут Я Прямо Скажу Кто Хочет Быть Умным Кто Хочет Пользоваться Своим Мозгом А не Мозгом Своих Детей В 120 Лет Используйте Лицетин Потому Что Головной Мозг А именно Сухой Его Остаток На Процентов 50 Состоит Из Лицетина На Процентов 50 Состоит Из Лицетина Это Оболочки Всех Наших Клеточных Мембран И Если Лицетина Достаточно То Все Хорошо Так Ну Тут Юра Отвечает Отлично Да Вот Рыба Дорогая Понимаете Попробую Получается Где-то 150 Грамм Красной Рыбы Это Ну Возможно Вот Столько Ж Надо Перепроверить Столько Ж Миллиграмм Вот Этих Полезных Незаменимых Аминокислот Жирных Кислот Как В Омега 3 Вот Соответственно А ну Каждый День 150 Грамм Красной Рыбы Ну Во-первых И надо Ест Правильно Это У нас С Такой Вот Момент По Еде То Я Всегда Спрашиваю Человека Может Ли Он Обеспечивает Себе Суточную Дозу Белка Никогда Не Спрашиваю Может Ли Он Обеспечит Себе Витамины Микроэлементы Я Точно Не Не Может И Обязательно Говорю Что Если Хотите Пользоваться Своим Головным Мозгом Если Вы Хотите Благодаря Лицитину Перестроить Свою Печень Чтоб Она Была Младше Чем Допустим 300 Дней Назад Потому Что Лицитин Это Структурный Компонент Нашей Печени То Пожалуйста Используйте Вот Эти Корректные Жиры Лицитин Пропили Идите На Омега 3 Омега 3 Закончили Возвращайтесь К Лицитину Хотя Омега 3 Вещь Незаменимая Кто Может Себе Позволить Пейте Хотя По Одной Капсулке Два Раза В День Но Каждый День Есть Такое Дело Это Третий Пункт Он Назывался Еда А Теперь Четвертый Пункт Который Всегда У меня Есть В Подкорке Я Знаю Что Обязательно Хоть Несколько Продуктов Хоть Один Продукт Отсюда Я Должна Обязательно Дать Человеку Ну Мы С вами Люди Такие Мы С вами Знаем Что Хотя Раз В Если Есть Какая Проблемка Какая Нерешенная Патология Если Что То Еще Хотелось Улучшить В Организме Старайтесь Чтобы У вас Был Какой Нибудь Продукт Например По Кишечнику Это Может Быть Локла Крутая Вещь И Холестерин Держит В узде И Запрещает Резко Колебаться Уровню Сахара В крови И Кормит Нормальную Микрофлору Это 33 Салата Или ТНТ В ТНТ Можете Использовать Как Витаминно Микроэлементный Комплекс Параллельно Это Очищение Кишечника Потому Что Содержит Достаточно Большое Количество Клетчатки По Печени Это Может Быть Лецитин Боже Так Мы Только Что Его Себе Записали В Корзинку Потому Что Нужен Он Как Корректный Жир Подходит Вот Или Левгард Это Нарасторопщий Там Концентрация Силимарина И Силибина Вообще По сравнению С некоторыми Аптечными Средствами В 7 раз Выше Это Очень Мощная Вещь Поэтому Господа Я точно Знаю Что Сейчас Много Витамин Вирусных Гепатитов С И В свое Время Мы Делали Маникюр И Не Спрашивали О стерильности Предметов Для Маникюра Мы Лечили Зубы И Не Спрашивали Насколько Стерильное Оборудование И Мы Многие Себе Схлопотали Эти Вещи Поэтому Пожалуйста Ваша Задача Делать Так Чтобы Процесс Созидания Победили Процесс Разрушения Печени У кого Есть Какая-то Проблемка По печени Или Жировой Гепатоз Например Переели Углеводы В свое Время Так Работайте С этой Печенью В течение Года И Не Отставайте От Нее Что Нибудь Мы Должны Дать С вами По Укровушке Или По Почкам Допустим Решили В этом Месяце Заняться Почками А Мы Хлорофилт Используем С вами Как Ощелачиватель О Оказывается Один Продукт Может В нескольких Схемах В нескольких Пунктиках Сразу Будть Использован Если У человека Есть Какая-то Проблема По Почкам Например Был Пилонефрит Или Гломеролонефрит Или Какие-то Ну Несциститы Может быть Мучают То тогда Попробуйте Юрай Это Вообще Мне Непонятная Формула Потому что Там Столько Всего Столько Растительных Компонентов Оказывается Это Гомеопатическая Формула Очень Небольшие Дозировки Или Следовые Дозировки Большого Количества Растительных Компонентов Это Китайская Формула Очень Классная Вещь И Урологи Которые Работают Детские Урологи Очень Любят Эту Вещь Потому что Действительно Очень Хорошо Работает Лимфа Иногда Хочется Вдруг Почистить Лимфу Особенно Если Есть Доброкачественная Опухоль Миома Матки Или Жировик Какой-то Или Вот Ну Особенно Если Сахарный Диабет Господа Вот Просто Вот Не слазьте Со своей Лимфы До тех Пор Пока Не Станут На Место Сахара Вот Красный Клевер Можно Разжижать Пространство Между Клеточками С помощью Красного Клевера А можно Пользоваться Протеазой Протеаза Это фермент Который Работает Между Клетками Разрезает Белковый Мусор На мелкие Запчасти Измельчитель Такой Да И Эти мелкие Запчасти Уходят По путям Лимфооттока Не Надо Все Сразу Все Сразу Мы Делаем Весной Когда Пора Сделать Систему Очищения Осенью К примеру Кто Хочет Делать Раз В Три Месяца Полностью Системку Лимфоочищения Ну да Называется Системка Лимфоочищения Вот А так Старайтесь Чтобы Ну вот Что-то Какой-то Орган Всегда Немножечко Подчищать При Лимфатических Отеках Поможет Ира Ну знаете Вот если Ничего Не делать То точно Ничего Не поможет Тогда Можно Надеяться На Молитвы Молитвы Тоже Хорошо Я согласна Вот Поэтому Мы с вами Должны Начинать Работать При Лимфатических Отеках Просто Причин Лимфатических Отеков Бывает Множество Или Это Операционным Путем Перерезали Да И вот Теперь Коллатерально Никак Не могут Сформироваться Или Это Какие-то Общие Отеки Короче Говоря Надо Понимать Что там Такое Но В целом Я Всегда Иду На систему Лимфоочищения Всегда Ира Потому Что Пока Мы Будем Судить И Лидить Поможет Не Поможет Надо Просто Сделать И Проверить Даже Если Вам Будет Не Очень Нравится Результат По Уходу Отеков Лимфатических Вы Начнете Себя Лучше Чувствовать У вас Исчезнет 70% Каких-то Недомоганий Каких-то Вот То Что Мешало Вам Жить Понимаете Потому Что Система Очищения Организма Она Не Только На Лимфу Работает Она И С Кишечником Работает И С Печенью И Кровушкой И С Лимфой И Все Становится Чище И Ухоженнее А В таком Организме Соответственно Попроще Будет Разобраться И С Лимфатическими Отеками Да Алина Муллер У нас Специалист По Странам Западной Европы Она Все Перепробовала Там Немножечко Работает Ливер Формула Комбинированный Продукт Для Печени Да Лимфа Венозная Недостаточность То есть Ира Кроме Работы С Лимфой Там Нужно Еще Работать С Венозной Сетью С Сосудистой Сетью Это Разговор О Соединительной Ткани Давайте Не Сегодня Да Вот Но В целом Мы Можем В принципе С Вами Пройти Такую Схему Как Слабость То Причину Увеличения Лимфоузлов Не Могут У Ребенка Установить Не Надо Знаете Иногда Можно Так Глубоко Залазить В Причины Что Прям Кишки Наружу А Вы Просто Ребенка Кормите Любите И Любите Юля Давайте С вами Так Договоримся Причину Увеличения Лимфатических Узлов Не Могут Установить Причину Значит Это Неплохая Причина Знаете Всегда Мы Боимся Как Бы Там Совсем Чего Плохого Не Было Значит Совсем Чего Плохого Там Слава Богу Нет Значит Мы Спокойно Можем Работать Системой Лимфо Очищения Красный Клевер С хлорофильчиком Давайте Ребенку Помогите Печенке Справиться Скорее Всего Лимфатические Узлы Не Успевают Справляться С потоком Условно Патогенные Патогенные Микрофлоры И Эти Узлы Забиваются Этими Микробами Надо Помочь Лимфе Стать Более Жидкой Более Подвижной Одна Капсулка Красного Клевера Не знаю Конечно Какой У вас Возраст Но Смотрите Так Взрослым То что Написано На этикетке Это Профилактическая Доза Деткам Просто Убираете Половинку Детям Мы считаем До 5 Лет С 5 До Где-то 12 Лет Вы Можете Уже Где-то 2 Трети Взрослые Дозы Давать Не Половинку А 2 Трети С 12 Лет Ребенок Считается Взрослым Человеком Потому что Некоторые Уже Выше Мамы Понятное Направление Где лучше Хранить Продукцию В НСП Нет В холодильнике Не надо Сухие Травы Хранить Зачем В холодильнике Хранить В холодильнике Хранится Только Индолтрикарбинол В морозилке Потому что Довольно Потеряет На последний День Срока Реализации Индолтрикарбинол Имеет Ту активность Которая Указана На этикетке Поэтому Мы Хитрим Если Активность Дана Нам С Запасом Мы В морозилку Покупаем Вскрываем И в морозилку И оттуда Уже Кушаем Хлорофилл Я держу В холодильнике Потому что Это сок Все соки Замброза Сок Нони Сок Алоэ Вера Все это Мы храним В холодильнике Все жидкие Формы Коллоидное Серебро В холодильнике Держать нельзя Не то чтобы Оно размагнитится Но это все таки Коллоидное Серебро Просто храните В темном Шкафчике Подальше От электроприборов Все что Содержит Нормальную Микрофлору Это Бифидозаврики И флора Тоже Храните В холодильнике Не в морозилке Просто в холодильнике Ну вот Вот так Вот ее И храним Да Локло Просто Не во влажном месте Потому что порошок Он может на себя Натянуть влагу И на просто Вот Да В чемодане У нас Да Часто с собой Система лимфоочищения Понятно Да Ну о чем Я еще думаю Когда Создаю схему Для кого-то Или для себя Пятый Пятый пунктик Коррекция эмоционального фона Я всегда думала Что это несерьезно Пока не поговорила С одним умным человеком Он оказался Моим остеопатом И он сказал Что он Замечает И видит На мне Ну и на многих Большом количестве Других людей Как вообще Влияет жизнь На меня Вот например Я к нему прихожу Он говорит Лена Ты такая Заглюченная Ну-ка Вот вся Скукоженная Прям ткани Вообще такие Ну-ка Рассказывай Что на себя Навалило Вот так вот Я уже слушаю Его Да Сережа Реально Навалило То Все И все На мне Боже Ну как-то Вот не знаю Много на себя взяла Короче А иногда Прихожу к нему Такая Ла-ля-ля И все у меня хорошо И лучезарно Есть нагрузка Боже У нас у всех Есть нагрузка Только своя Но мне это Видимо Не мешает жить Он говорит Вот это да Просто Ты растекаешься По столу Просто вот Как будто Студенью Растекаешься По столу И я тогда Поняла Насколько важен Эмоциональный фон И он мне Сказал Еще такую Знаете Аллегорию Я вам сейчас Расскажу Такую сказку Представьте себе Какое-то Это вот селение Там мужчины Любят женщин Выходят Женятся Друг на друга На друге Заводят детей Строят новые дома Там Церкви В общем Короче Нормально Живущий себе Поселок Тут Набежали Темные силы И вот эти мужчины Взяли Чего там Можно было взять И пошли Защищать свои дома От этих темных сил Скажите пожалуйста Что будет В поселении Женщины Женщины что Будут строить Новые дома Или они Будут строить Церкви Нет Они растят Детей И поддерживают Тление Какую-то жизнь Поддерживают Ждут своих Мужчин Вот точно так же В нашем организме Если есть Внешний Агрессор Организм Весь Ощетинивается И работает С этим Внешним Агрессором Вы можете Привыкнуть К своей нагрузке Вы можете Ее уже Не замечать Вы можете считать Что ваш начальник Самодур Это норма жизни У других же Хуже Но ваш организм Не строит Ничего внутри У него нет Никаких сил На построение Заборов Там Церквей И новых домов На построение Ваших тканей Он Ополчился Против Внешнего Агрессора А это Эмоциональный фон Неблагоприятный Поэтому давайте Разбираться У кого Хоть Вот Чувствуйте Думайте Это депрессия Полмира Пьет Антидепрессанты И пусть Пьют Давайте Сделаем Так Чтобы Эта Истерия Не добралась К нашим Берегам По крайней мере Химически Синтезированные Антидепрессанты Это удар По печени Ниже Пояса Что называется Поэтому давайте Использовать Пятерка 5-гидрокситриптофан Она используется При депрессиях Татьяна Вопросик Который Вне концепции Сейчас Излагаемый В конце Ладно Я отвечу На вопрос 5-гидрокситриптофан Значит Чем хорош Этот продукт Сразу расскажу Вам картинку Покажу Картинку Триптофан Вот смотрите Это аминокислота Которую мы можем Взять Из обычной Пищи Ну Например Яйца Или Соя Или Морские Водоросли Содержит Приличное Количество Триптофана Но опять Таки Нужно Посмотреть Но приличное И вот Посмотрите В присутствии Фолиевой кислоты И витамина С Этот Триптофан Превращается В 5-гидрокситриптофан А тот В присутствии Кофермента Витамина В Смотрите Куда идут Витамины Группы В Центральная Нервная Система И цинка 300 Биохимических Реакций Цинк Зависимый Переводятся В серотонин А серотонин Это же Гормон Счастья Помните Это гормон Счастья Так вот Нет серотонина Нет счастья Вот и депрессия Не хочу Ничего делать Не хочу Вставать С кровати Если вы В течение дня Свой серотонин Не израсходовали Организм Сделает К вечеру Мелатонин Когда солнышко Сядет И вы еще Хорошо заснете Понимаете Поэтому Пожалуйста Либо мы Делаем Это с Приемом пищи Но если вы видите Что ситуация Выходит из-под контроля У многих Она выходит Когда темно Большая часть Времени темно Поэтому Используйте Пятерочку Мы ее любовно Называем Пятерочку И на ней Проходят Депрессии Панические Атаки Просто плохое Настроение Светлеет В мозгах Знаете Там есть Лампочка Видимо Какая-то Этот пятер Это 5-гидрокситриптофан Пятерочка Включает Эту лампу Состав Очень хороший Ну Я сейчас Позволю себе Заглянуть Понятно Что я Всех составов Всех трав Вообще-то Не знаю Да Но надеюсь Я сейчас Быстро Найду 5-гидрокситриптофан Ну Не найду Посмотрите Составчик Очень хороший Состав И действительно Очень замечательно Работает По крайней мере Девушкам С паническими Атаками Которые Не могут Уже покидать Свой дом Потому что Страшно А там же Двое детей Не могут Отвезти их В садик Вот Вот Юра В свое время Очень хорошо Такой девушке Помог Просто Назначил Ну не назначил Дал пятерку Да Она пропила Несколько баночек Стала водить Детей в садик Потом стала Сама ходить За покупками Разгрузила Мужа А потом Стала проводить Как-то Мода Свадьбы Вот так вот человеку полегчало При ПМС Не то чтобы можно При ПМС Нужно Потому что Там ну Как бы Такие процессы Идут Да Так Хорошо Восьмерка Это если болит Болит так Что плохо спится Или просто Плохой сон Очень хороший По составу Продукт Восьмерка Ну знаете Абсолютно Женский Продукт Продукт Сейчас я Посмотрю Какие травки Находятся В этой восьмерке Очень много Женских травок Не то чтобы сказать Что мужчинам Нельзя Восьмерку Мужчинам Тоже можно Особенно Если есть Ну обычно Суставные боли Суставные боли Мешают нормально Заснуть Знаете Да Вот И вот все Эти восемь травок Они замечательно Работают Друг на друга И усиливают Друг друга Например Караива белый Корень Клопогона Кистевидного Ну вот это Вот женская травка Плоды каенского перца Это вещь Которая разжижает кровь Корень валерьяны Сами понимаете Корень имбиря Ну кто-то говорит Для похудения Да На самом деле Замечательно работает В составе восьмерки Шишечки хмеля Успокаивающая вещь Трава Буковица Лекарственная Корень Мартини Душистый Вот такой вот состав Это у нас восьмерочка Мужской продукт Ну в смысле И мужчины И женщины Могут использовать Просто мужчины Больше любят Продукт Который называется Комплекс валерьяны В Украине HVP В России Комплекс валерьяны Действительно Там есть валерьяна Там есть хмель И по-моему Стратосвет Если я не ошибаюсь Ну как меня вырубить Вот смотрите Сейчас 21.09 По Москве Плюс 3 часа А ну-ка Сколько сейчас По Новосибирску Да Поэтому Мне нужно дать Горячую воду Я туда Разберу Две капсулы HVP Ну и Порошок Вот этот вот Травяной Выброшу в эту воду Перемешаю Я люблю Состыве Я люблю Чтобы было Так вот Сладковато Вот И это дело Выпиваю И где-то через полчасика Вам захочется Уже в люлю И пользуйтесь этим Особенно если вы Ложите с удовольствием Ну никак не можете заснуть Потому что Вы начинаете Вспоминать Весь предыдущий день Тоже не годится Если заснули Так уж надо спать Чего мучиться И ворочаться В этой постели Так Теперь Смотрим Продукты Которые При недостатке энергии Вы знаете Особенно молодые люди Как-то вот Для них ценно Когда вдруг Энергии Стало достаточное Количество Поэтому Используйте Мегахел Самый дешевый Простой способ Вы можете Просто использовать Пыльцу Даже если Вы аллергик Вы можете Не бояться Этой пыльцы Но попробуйте Конечно Там одну Крупиночку Две На самом деле Пыльца Производства НСП У нее Извлекли И вот Не знаю Уж каким способом Нам объясняли Что извлекаются Вот эти Компоненты Которые вызывают Аллергию У людей То есть Это Супер Очищенная Пыльца И можете Будь уверены Что там Нет крылышек Насекомых Их лапок И так далее А также Их какашек То есть Компания Очень четко Работает Над Чистотой Сырья Тинти Вы уже Знаете Ну и Солстик Энерджи Очень многие Студенты Дальнобойщики Таксисты И так далее Ну и просто Люди Которым нужно Как-то вот Пободрствовать В то время Когда все Остальные Спят Запросто И можете Использовать Солстик Энерджи Но эти люди Говорят Что очень Хорошо Работают Если вы Принципиально Не хотите Использовать Кофе По утрам К примеру Для того Чтобы взбодриться Попробуйте Солстик Энерджи Потому что Это витамины Группы За счет Которых Ваш головной Мозг Приходит В нормальное Состояние А также Там есть Гуарана А также Там есть Экстракт Из кожицы Винограда Это мощный Антиоксидант Ну в общем Такой Очень серьезный Хороший Состав Это при Недостатке Энергии Потому что Тоже Достаёт Ну-ка Руки Руки Ноги Ватные А надо Как-то Вот Выглядеть Хорошо Да Это коррекция Эмоционального Фона Ну и Шестой момент Шестой момент Который у меня Всегда в мозгах Наконец-то По проблеме Я на Солстике Смогла Перестать Пить кофе Вот Алина Поздравляю Но вообще-то Это важно Да Пить кофе Не потому что Уже привык И без него Уши пухнут Да А вот Просто потому что Иногда хочется Себя побаловать А если Не хочется Или нет То ну и Ладно Хорошо И вот Шестой пункт Это называется По проблеме Господа Многие И хотят с него Начинать Согласитесь На энерджи На энерджи Солстик Энерджи Желтенький Такой Да Очень многие Хотят начинать Именно с проблемы А мы Тут впереди Пять пунктов Нагородили И очищение И еда И ощелачивание Господа А вы попробуйте Организм Мудрая штука Мудрая штука И если вы Поставили все клетки Все ткани В благоприятные Условия Организм Без сопливых Разберется Без сопливых Какое давление иметь Будут болеть суставы Или нет Будут они Изнашиваться Или нет Что там будет С гормональным фоном Куда пойдет Рост миомы Вверх или вниз Понимаете Все Самостоятельно Станет на свои места Понимаете Когда 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 к бабушке Которая живет В деревню Прислали Худого Изможденного И вшивого Внука Но некогда Ему Им заниматься Дома Родителям Понимаете То бабушка Не лечит Этого Внука Она его Кормит Обстирывает И любит И он уже Розовощекий Довольный И отлюбленный Едет домой Учиться С сентября Опять Понимаете Ага Алине удалось На слиме Это да Отлично И потом Эти дети Лечат родителей Все правильно Да Так вот По проблеме Вы знаете Опять таки Не надо Заканчивать Медицинский университет Чтобы спокойненько Открыть Вот такой вот Каталог Или просто Интернет Каталог Это ваши Интернет Магазины Они созданы Как интернет Каталоги И Выбрать Себе Допустим Есть проблема Опорно-двигательного Аппарата Выберите Опорно-двигательный Аппарат И на вас Вывалится И глюкозамин И хондроэтин И органическая Сера И витамин С И я вам уже Нужна Знаете Для чего Для того Чтобы подвести Просто Логическую базу Под вот Эту концепцию Мы с вами Идем Не как В официальной Медицине Люди идут Мы с вами Идем С точки зрения Напои Накорми Спать Положи В баньки Выпорь А потом От меня Требуй Вот мы с этой точки зрения Идем Поэтому Или купите себе Такой каталог Я вас прошу И вот просто На досуге Листайте Я его листала Как художественную Литературу Как захватывающий Детектив Причем я всегда Я прочитаю Один-два продукта Пишу себе Вот Знаете Я на самом деле Высчитывала Боже За сколько Гривен В день Можно Профилактировать Допустим Меому матки Понимаете Вот как-то У меня туда шло Потому что Ну вот Мне и дозы нравились И сочетание нравилось И вот Мне кажется Что когда я читала Этот каталог У меня просто Крылья росли Ага Прекратились Месячные Думаю Что рано 48 лет Можно Или что Нужно пить Для нормализации Гормонального фона Танечка Если вы не сначала Я вышлю запись Я в самом начале Пункт номер один Рассказала Полностью Женскую программу Хорошо Сейчас Сейчас Я поняла Я поняла Пошли вопросы По проблеме Что еще можно почитать Можно Не такой красивый каталог Красочный Он с картинками А можно Вот такой Там где Только информация Нет картинок Каталог От А до Я Посмотрите Полистайте Полистайте Почитайте Потому что Вы можете в этом Разобраться Вообще Ничего сложного Нет Все расписано По органам Все расписано По системам И так далее Ну вот такая вот вещь Хотела в конце Рассказать Противопоказания Ну вы спрашивали Где хранить Да На самом деле Где хранить Уже рассказала А по поводу Противопоказаний Есть такой продукт Называется Пау-пау Вот его нельзя Использовать Если нет Злокачественного Образования Его можно Использовать Только при доказанной Злокачественной Опухоли Потому что Эта штука Травка Выключает Синтез энергии Образование энергии В быстро растущих А значит Злокачественных Тканях Поэтому Просто здоровому Человеку И для профилактики Его пить нельзя Обратите внимание Есть комплекс Который Называется Акулий хрящ С грибом Рейши Называется Shark Ray Формула Его тоже Используют В основном При доброкачественных Опухолях Чтобы туда Не прорастали Кровеносные сосуды И не разрасталась Эта опухоль Вот При беременности Его нельзя Использовать Потому что При беременности Врастание Кровеносных сосудов Образование Плаценты Это то что надо Shark Ray Формулу Очень многие Используют Для того Чтобы Наработать Новый хрящ Вот это Тоже Запросто Вы можете Делать При заболевании Суставов Что нам еще Какие есть противопоказания При беременности Можно использовать Подарка Кора Муравьиного дерева Противовирусная Но есть ограничения На Кошачий Коготь Иммуномодулятор Кошачий Коготь Не стоит Использовать Нет Никаких Я не слышала Прям Каких-то там Побочных Эффектов И так далее Но тем не менее Есть такая Просьба Ограничения В целом Когда вы будете Смотреть Например На этикетке Там везде Какие-то Ограничения Влепили Но тут Такое дело С нами Борется Минздрав И Минздрав Пишет Соответственно Если вы видите Монотравку Никаких ограничений Беременным Можно Кормящим Все такое Как только Видите Комплекс Обязательно Влепили Какое-то Ограничение Но Вы знаете Если беременным И кормящим Можно Кока-колу Вы знаете Вот травы Вот точно Можно И Не ведитесь Потому что Антибиотики Это намного Опаснее Различные Химически Синтезированные Препараты Это реально Те вещи Которые Губят Печень Мы же С вами Используем Травы Мы Используем С вами Даже Можно сказать Пищевые Травы В тех Дозировочках Которые Выверены И они Все Профилактические Хотя Мы имеем Лечебный Эффект Так Значит Татьяна Шведько Вы разберетесь По записи Я думаю Потому что Я все это Очень подробно Проговорила Поликистоз Почек С выраженным Нарушением Функции На гемодиализе О Светлана Это сложная Штука Смотрите Там получается Почки Образуются Из двух Листков Зародышевых Один Зародышевый Листок Нефроны Образуют Там где Фильтруется Моча А другой Листок Зародышевый Другой Это выводящая Система Канальцы И если Происходит Несовмещение То это Поликистоз Почек В основном Всегда Происходит Совмещение То есть Канальцы Подходят К выводным Протокам Этих Нефронов И все Хорошо Поэтому Тут никакими БАДами Не поможешь Я сразу Говорю Вы просто Можете Я не знаю Сколько человеку Лет Если на Гемодиализе Но это Искусственная Почка То есть Почки Не работают Как положено И Токсины Выводят Вместо Почек То что Создал Человек Но в любом Случае Вы можете Использовать Там есть Ограничения По некоторым Минералам Вот Витамины Можно Вы можете Давать Те же самые Наши Вещи Для очищения Организма Например Тот же самый Хлорофил Но опять Таки Нужно Смотреть На симптоматику Что не так И оттуда Уже Смотреть Что мы Можем Сделать С поликистозом Мы ничего К сожалению Сделать Особо Не можем Тем более В такой Фазе Когда есть Почечная Недостаточность Да Без картинок Светлане Больше нравится По существу Расписано Долго Пить Витамин Е Нельзя Химически Синтезированный Потому что Он Извините Юля Я прямо скажу Синтезирован Из нефтепродуктов Соответственно Губит Печень А при Беременности Печень И так Не в самом Расцвете Находится Поэтому Месяц Даем И убираем Химически Синтезированный Витамин Е Поэтому Один профессор На которого Я всегда Равнялась Профессор Залезняк Он Равнялся 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 В отличие В отличие Химически Синтезированного Не Обладает В Европе Врач Говорит Только Одну Кока-колу В неделю Представляете Хорошо Что мы С вами До этого Не дошли У меня Девять минут Уважаемые Девочки И мальчики Поэтому Задайте Мне еще Те вопросы Которые Я остановила И вот Сейчас Могу На них Ответить И Да Они Лояльны К этому Относятся Да У нас Девочка Забеременела Все Все Только Правильное Питание И так далее А самые Такие Правильные Пары Знаете Слава богу Сейчас Много Правильных Пар Они начинают Готовиться К беременности Готовиться Целенаправильно И заранее Да И поэтому Ни о какой Кока-Коле Речи не идет Потому что Уже Пройдена Система Очищения Уже Побили Всех Грибов Глистов Уже Засадили Нормальную Микрофлору Уже Пошли На витаминную Терапию И все Какая Кока-Кола Может быть Да Да Хорошо Ну и Я жду От вас Последних Вопросиков Буквально Один Да И Тема На следующее Занятие Кто Провозгласит Тему На следующее Занятие А я вам скажу Когда Это будет Следующее Занятие Это у нас Сегодня Февраль Восьмое Понедельник Следующее Занятие Ну не то Чтобы Занятие Если есть Вопросы 15 февраля У нас Будет Стерся Хрящ Говорят Нужна Операция Почки Если Можно Пилон Эфрит Ну давайте По почкам Пообщаемся На следующее Занятие По хрящам Уже У нас Был Разговор Смотрите Здесь Нужен Глюкозамин Нужен Хондроитин Нужен Метилсульфанил Метан Органическая Сера И витамин С В суточной Дозе 1 грамм Глюкозамин По 1 3 раза Хондроитин По 1 Сульфанилметан Сера По 1 3 раза И Витамин С 1 грамм В сутки Берите Неспишный Он натуральный И он Слоистой Структурой Потихонечку Отдает Витамин С В течение Дня Тут Такое Дело Я понимаю Что нужна Операция Если Хрящ Вообще В Драбадан Вот Просто Вот Стерся Вообще Дальше Не Из чего Восстанавливаться То Тогда Конечно Но Если Есть Надежда Если Есть Ну Есть Время Всегда Вот В отношении С хрящами Да Поэтому Вы можете Просто Постараться И попробовать Галина Быстрых Результатов Не будет Потому что Эти Хондропротекторы Они идут Во все Здоровые Хрящи Вашу Кожу Ваши Внутренние Органы И в последнее Время Встершийся Хрящ В последнюю Очередь Поэтому Здесь Нужно Запастись Терпением Я не знаю Сколько Лично У вас Терпения Но Вы можете Зайти На мой Блог Пожалуйста Кто-нибудь Напишите Мой Блог Афина007.com И самые Распространенные Часто Запрашиваемые Статьи Еда Для Суставов Еда Для Суставов И вот Посчитайте Пожалуйста Как себя Спас Украинский Альпинист Которому Тоже Поставили Такой Грозный Диагноз И сказали Что Ты не Провернешься Вот Сколько И чего Он использовал В каких Дозировках И так далее Все Что связано С головой Инсульт 27 лет Нарушение Кровотока У ребенка Соединительной Ткани Постинсультное Состояние ЦНС Да Вот Теплинская Любовь Написала Афина007.com Это мой Блог По здоровью Ищите Статью Еда Для Суставов Щелкает Челюсть Как лечить Наталья Это Мы С вами Стервы Наталья Берите Коррекцию Эмоционального Фона Берите Коррекцию Себе Эмоционального Фона Или Пятерку Или Восьмерку Или HVP Напряжение Жевательной Мышцы И стирает Жевательный Сустав У вас Возможно Бегают Желваки Вот здесь Вы Возможно Стерли Себе Коренные Зубы Это Потому Что Вы Очень Сильно Пытаетесь Все Контролировать Скорее Всего Знаете Постоянно Сжатый Зуб Все Контролирует За себя За мужем За Кошку И даже За попугайчиком Вот у меня Такое было Тогда И хрустело И болело И подвывихи Были Как только Я поняла Что я просто Женщина И от меня Ничего в этом мире Сильно не зависит У меня тут Все расслабилось Вернулся На угол Молодости На место Кстати говоря Который Натягивает Подвородочное Пространство И Перестала Все Щелкать Наталья Вот давайте Вот так Коррекция Эмоционального Фона Это пункт Номер Четыре Да Вот И Хватит Напрягаться От лишних Волос У женщин Так Ну По поводу Лишних Волос Ангелина Их надо Удалить Лишние Волосы И есть Такой Адреногенитальный Синдром Когда Надпочечники Делают Большое Количество Мужских Половых Гормонов Чем Вообще Это Им Положено И Тогда Эти Волосики Растут Поэтому Возьмите Соп Альмета Я понимаю Что это Мужской Продукт По Пол Капсулки Соп Альмета Каждый День Там 100 Капсул То есть Вам Сферу Ангелина Ангелина Ну вот Такой Будет Ответ Потому Что Я не знаю Как оно Помогает Но Оно Как-то Помогает Да Где Взять В продуктах Питания Гиалуроновую Кислоту Вот Я не знаю Как Холодец Наверное Надо Есть Но На самом Деле Глюкозамин Выпитый Внутрь Это Косметика В таблетках Антиоксиданты Используемые Внутрь Это Косметика В таблетках Попробуйте Глюкозамин К примеру И Грепайн Дает Очень Хорошие Результаты По Поводу Морщинок Ну На самом Деле Морщинки Тут Не в гиалуроновой Кислоте Дело Здесь Дело В том Что Подседают Костные Структуры Нашего Лица Происходит Усушка Утряска Костей Лицевого Мозгового Черепа И кожа Ни в чем Не виноватая Ее Как бы Становится Больше Чем Рамочки На которую Раньше Все Натягивалось То есть Здесь Много Вопросов В том Числе Я советую Кальций Магний Хилат Ну Я вообще Пью Кальция Ежедневно Челюсти Вот Сустав Верхнечелюстной Наталья Девушки Пожуйте Наложите На себя Ручки Вот сюда В область Скулы И пожуйте Вот он Верхнечелюстной Сустав Вот он Зараза И хрустит Правильно Есть ли Аллергия И подкожный Поясничный Зуд Татьяна Мы идем По этому Алгоритму Который Я вам Сейчас Расписала Потому что Аллергия Это Комплексная Проблема А вдруг Это Нервы А вдруг Это Где-то Недопереваривание И так далее То есть Вот таким Вот образом Можно идти И принципиальные Продукты По проблеме При аллергии Называются Буплерум Плюс Буплерум Плюс По 2-2 раза Это вещь Которая Позволяет Наладить Все Все процессы В желудочно-кишечном Тракте Потому что Аллергия Начинается С кишечника И Принципиальный Продукт Называется Гистоблок Гистоблок Вещь которая Травяная вещь Которая Снижает Выработку Или Реакцию Гистамина Местную Глюкозамин Очень хорош Плюс Кальций Лицетин И еще Много Чего Хорошо Девушки Мне нужно Бежать На следующее Мероприятие У меня Минутка Осталась Всех Люблю Всех Целую Тут Мне Партнеры Подскажут Все-таки Какая Будет Следующая Тема Посмотрим Кто За кого Голосовал Предлагаю Встретиться В это же Время В следующий Понедельник И обсудить Какой-то Новый Вопросик Все Давайте Делайте Профилактику Вирусных Инфекций Так Чтобы У вас Дома Все-все-все Были Здоровы Пока Субтитры 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 Субтитры